Дорогие друзья, если вы живете в тех городах, которые здесь написаны, то скоро я туда приеду, и мы с вами сможем встретиться на наших шикарных лекциях. Приходите, пожалуйста. Опять же, оргазмичность у женщины со временем нарастает. Мы вчера немножко про оргазмы же говорили, как мы могли не говорить об оргазмах. То есть, чем старше женщина, тем процент получения оргазмов у нее выше. Если мы берем всех женщин, условно говоря, 16-летние 1%, 25-летние процент больше, 30-летние больше, 35-летние процент больше, и, грубо говоря, 45-летние женщины процент самый высокий. То есть, со временем способность к оргазму у женщины нарастает. Мы сейчас говорим о здоровых женщинах, потому что бывают серьезные психологические отклонения, какие-то травмы психологические. Тогда даже у женщины с высокой половой конституцией можно отбить всякое желание и тому подобное. Мы сейчас, ну, я занимаюсь психологией, я работаю с здоровыми людьми, а не с больными. Это тоже нужно учесть. Есть такой термин, называется стопроцентная оргазмичность у женщины. То есть, это возраст или период, когда женщина получает 100% оргазмов в 100% случаев. То есть, вот, секс заканчивается оргазмом всегда. И это у женщин очень-очень по-разному замечено, что это связано с половой конституцией. Как вы думаете, у мужчины есть такое понятие, как стопроцентно оргазмичность? Да его секс стопроцентно оргазмичен. То есть, секс без оргазма у мужчины, он странен по определению. И если это повторяется, однозначно это повод идти к доктору. Это какая-то дисфункция очень серьезная. У женщины отсутствие оргазма, это не повод идти к доктору. Не повод. Многие женщины могут испытывать сексуальное наслаждение, удовлетворение даже без оргазма. И доходят до... Ну, может быть не то, что вообще нет оргазма. Ну, не всегда. И очень многие женщины могут сказать, что, ну, дорогая, все было хорошо, да. Ты оргазм не хочешь? Да нет. И так все нормально. Уже хорошо. От мужчины вы такого не услышите. Дорогой, ну ты же уже подрыгался. Оргазма не было? Нет. Ну, а как? Это все уже все. Перегорел. Перегорел, давай футбол смотри. Нет, 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 нет. Наша физиология устроена немножко по-разному. По-разному. В среднем, если в среднем взять всех по палате, по палате, женщина достигает своего апогея оргазмического, ну, где-то 35 лет. 35 лет. Кто-то позже. Кто-то раньше. Но мы об этом будем говорить, ну, чуть, чуть, чуть позже. Чуть позже. Например, исследования. У меня есть исследования германских, российских, германских и российских сексологов. В течение первого года половой жизни лишь 19% женщин начали испытывать оргазм. В течение второго еще 15%. Третьего 11%, четвертого 14%, девятого 10%, еще 11% и после 10% и позже еще 9%. То есть, постепенно, постепенно, процент женщин, которые освоили оргазм, а для женщины оргазм это осваиваемая техника, да, только возрастает. Только возрастает. В какой момент после 100% оргастичности на спад идет женская потребность в оргазме? Идет. Ну, конечно, когда климакс начинается, женщина уже, она не так сильно, она уже не настолько физиологична, то есть, она уже не репродуктивна, и у нее уже это все мягче происходит, то есть, ей уже прямо, ну, нет вот этого животного, да, животного такого, ну, условно животного, я имею в виду физиологической такой потребности. То есть, мужчина, он, ну, нет климакса у мужчины. То есть, все понимают, что такое климакс? Мужчины, кто четко понимает, что такое климакс, может встать и объяснить? Это нормальный ответ, то есть, это вообще не наша история. Многие даже не знают, а женщины часто и скрывают. А климакс у женщины, это, ну, менопауза, когда у нее закончилась ее репродуктивность. Она больше не переменеет, и это не значит, что секс ей не нужен, оргазмы ей не нужны, выработка окситоцина и счастья никто не отменял, но нет уже вот этих перепадов серьезных и тому подобное. И уже нет вот такой потребности, это по чуть-чуть, по чуть-чуть, может быть уже и меньше, и меньше, и там в бабушкины какие-то истории может уйти. У мужчины не так. Мужчина жил, 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 и иногда в гроб уходит с этим, с этой потребностью. Иногда там, ну, какая-то уже дисфункция, немощность, импотенция наступает, и мужчина тихонечко просто остается внуков нянчик. Исследования российских психологов. За первые три месяца после замужества 22% женщин к оргазму добрались. К концу первого года еще 42, к пяти годам еще 42. Свыше 10 лет замужества 89% женщин испытывают оргазм. Ну, если есть эти 10 лет замужества, что редкая такая история. Могу предположить, что все-таки русские, я не знаю, как немки, но русские женщины, они чаще выдают желаемое за действительное. Потому что у нас есть такой комплекс неоргазмированный. То есть вот это фригидное, это же оскорбление. Правда же? Если женщина скажет, что она фригидная, она обидится, расстроится. А у нас, кстати, фригидные, все, у кого половая конституция или потребность секса слабее, уже сразу все фригидные. Поэтому женщины, чтобы к ним быть фригидными, они могут очень долго изображать это все, делать вид какой-то. Часто бывает в семье, что мужчина даже не подозревает, что она 20 лет просто изображает все эти истории, чтобы он к шлюхам не ушел. Ну, здесь-то нет таких, конечно, но бывает. Это была грустная разве история? В принципе, она не грустная. Просто мы немножко сейчас... Вот я вижу, некоторые женщины такие подзажались. Ну, ладно, давайте перейдем к сексуальной гармонии. Ну, начнем с того, что в моей вселенной сексуальная гармония и сексуальная совместимость – это не синонимы. Я, например, считаю, что сексуальная гармония существует, а сексуальной совместимости – нет. Сейчас попробую объяснить. Давайте начнем с того, что... Я об этом сказал, еще раз повторю. Мы люди, и нам хочется, чтобы о нас думали как об очень сексуальных и сексуально востребованных персонах. Поэтому мы традиционно, такая национальная русская забава, преувеличиваем свои успехи на сексуальном поприще. Да, да. И любим завышать наши потребности. И я уверен, даже в зале найдутся люди, которые могут расстроиться, если вдруг выяснится, что у них не сильная половая конституция, а средняя. А если уж слабая, то вообще как жить? У меня слабая половая конституция. Хотя умные люди говорят, что разницы никакой нет. Все три половые конституции, о которых мы говорим, абсолютно нормальны и самодостаточны. И я уверен, что меня никто не услышал. Потому что стереотипы сильнее. Как все происходит? Как все происходит? Сначала мы начинаем рассказывать, какой у нас замечательный секс. А потом начинаем хвататься за голову, когда понимаем, что вовсе он не такой замечательный. То есть сначала мы придумаем себе некий стандарт, а потом грустим, что этот стандарт не тянем. В действительности мы имеем достаточно приличный... У людей в принципе нормальная сексуальная жизнь. Если они здраво подходят. Лучший способ перестать получать наслаждение от жизни, это начать сравнивать свою жизнь с какой-то придуманной, чужой жизнью. Хотите испортить в себе жизнь? Подпишитесь в инстаграм. На каких-то инстасамок, каких-то суровых. Которых с утра смузи перед страстным сексом с любимым мужем на Мальдивах. Где мои дети, дети Индиго, уже в два года знают шесть языков, четыре из которых и мертвые языки. И так далее, и так далее. Вот я опять распаковала 49-й айфон и тому подобное. И твоя жизнь сразу превращается в полное говнище. Полное говнище. Но чаще всего эти дамы также очень интенсивно ходят к психологам, чтобы сами из-за этого дискомфорта выйти. А знаете фишечка в чем? Счастливые люди не выкладывают свою счастливую жизнь. Потому что счастье любит тишину. Поэтому вы никогда в инстаграме не увидите чужую счастливую жизнь. Ну так, на всякий случай. Вдруг вы не знали. Ну вы же знали. Ну догадывались. А кто в инстаграм выкладывал лучше, чем есть на самом деле? Ну опять же здесь таких нет. Знаете, как мужчины с эрекцией. Сначала она рассказывает, сами себе набивают, вбьют в голову, какой я крутой, какой я крутой. Как всем рассказывал, как он, как он может. Как-то да вообще, да я за ночь шесть раз, да у меня было тысячи, тысячи. Да вся деревня у меня там, ну и так далее, и так далее. А потом бац, не возникшая по заказу моментальная эрекция, способна повергнуть этого мужика в шок. Он уже бежит к доктору, доктор, доктор, у меня импотенция, импотенция и тому подобное. Ну это, это не так, это не, это не, у всех людей секс бывает разный. И по-разному к вопросу надо подходить. На секс влияет, да все что угодно влияет на секс. Сахар в крови, алкоголь в крови, усталость там, еще чего-то. Это же такая штука не, 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 не простая. Ну о чем мы говорим. Да, или наоборот, в период влюбленности мы пахались как выдры по шесть раз, да, в день. Потом поженились, он такой, ну что-то мы стали реже делать это. Вот раньше, первые две недели мы шесть раз в день пахались прямо по сорок минут каждый раз, а сейчас, сейчас раз в неделю. Ну а что ты хотел? Ну я хотел, чтобы до смерти так было, чтобы даже когда меня в гробу несли, он пахал меня. Ну так не бывает, так не бывает. Так не бывает. Знаете, в начале, когда у нас сильный гормональный такой всплеск, да, мы можем даже какое-то время прямо вот на вот этом, на вот этом стимуляторе гормональном даже совершать какие-то подвиги. Со временем это сходит, сходит. Сходит на, ну на спокойную какую-то историю. На какую-то спокойную историю. Есть другие люди, которые, они начинают с кем-то встречаться, жить там, общаться, видят, что-то пошло на спад. Это недопустимо, я человек творческий, мне нужна муза. И давай прыгать, ну с одного цветочка на другой, нектар доставать, пока, блин, не сотрется, черт, до самого. Такое тоже есть. Такое тоже есть. Но, с одной стороны, кажется, вот рецепт вечно сексуального счастья. Но все знают, что побочные эффекты от этого... А знаете, какой самый большой побочный эффект у мужчины, который прыгает с одной тычинки на другой пестик? Несчастье. А почему? Что? Несчастье. Ну это да, а как это несчастье происходит? Женщины вместе собираются. Вот, опытный человек. Вот сейчас вот прямо угадал, молодец. Извини, знал, извини, знал. Конечно. То есть всякий раз, когда мужчина прекращает с женщиной отношения, женщина таит на него обиду. Всегда. Всегда. Я скажу больше. Даже когда женщина по своей инициативе прекратила отношения с этим козлом, она все равно сдаила на него обиду. Когда такая одна женщина, две еще терпимы. А когда таких женщин десятки, а не дай бог сотни, они начинаются объединяться в какую-то локальную сеть и желать ему счастья. А когда сотни людей желают, чтобы ты, сука, сдох, мы с большим трудом можем предположить, что это повышает качество твоей жизни. Ну, пусть это будет немножко эзотерикой, но тем не менее. Давайте к половой конституции. Половая конституция. Что мы будем подразумевать под половой конституцией? Это количественную характеристику и устойчивость способности человека к сексу. Какому сексу? К законченному сексу. Скажем так. Под половой жизнью понимается способность о совершении определенного числа завершенных половых актов за заданный промежуток времени. Что это такое? Что значит законченный? То есть это, я еще расскажу, это любая сексуальная разрядка, независимо от того, как вы ее добились. В парном сексе, ночью тебе приснилось, сам дотянулся рукой или чем-то там дотянулся. Неважно. Неважно. То есть случилась некая сексуальная разрядка. Еще раз. Каким образом достигается половое удовлетворение, в данном случае для нас не важно. Кроме половой конституции, то есть количество оргазмов в единицу времени, нам также нужно определиться, что такое сексуальная активность и половая потребность. Половая потребность это то, сколько человеку биологически необходимо секса для спокойствия. А никто не будет спорить, что регулярный секс, как тебе хочется и сколько тебе надо, он человека переводит в режим удовлетворенности и спокойствия. Половая потребность. Сколько тебе нужно? Сколько кому нужно? Бог его знает, кому сколько и как нужно. Кроме половой потребности, существует такой термин, как сексуальная активность. Кажется, что, ну блин, это же и есть половая потребность. Но мы вдруг понимаем, что в нашем обществе люди занимаются сексом, то есть сексуальная активность, может быть и меньше, чем половая потребность, и больше, чем половая потребность. Сексуальное счастье, это когда твоя половая потребность соответствует твоей сексуальной активности. Между ними знак равно. Давайте быстренько обсудим, очень быстренько. А как это может проявляться? Ситуация, когда женщина занимается сексом меньше, чем ей надо. Может быть? Может. Может. Как она происходит? Ну, допустим, нет мужика. Ну, руки же у тебя есть, по большому счету. Ты же можешь получить какие-то разрядки? Да? То есть заняться мастурбацией и успокоиться, по большому счету. Или купить себе какого-то розового друга, там, и так далее, и так далее. Ну, а почему женщина, ну, у нее меньше секса, чем ей, как бы, необходимо? Накидывайте варианты. Ну, то, что вы слышали от других, не о себе, естественно. Плохо флиртует. Плохо флиртует. Ну, бог с ним, ну, нету вообще мужиков. Почему нету секса? Какие-то предрассудки. Предрассудки какие-то, что там, занесу инфекцию, стану сумасшедшей, замуж никто не возьмет, мастурбирую только мерзкие женщины, ну, и так далее, и так далее. Может быть, религиозные какие-то ограничения, может быть, какие-то, ну, стереотипы, да, там, о том, что, ой, это все грязно, это все мерзко, леди так себя не ведут, ну, и так далее. Может быть такое? Может, конечно. Эта женщина получает меньше секса, чем, ну, ей нужно. То есть, ее сексуальная активность меньше, чем половая потребность. Возникает, конечно, дискомфорт. Если женщина, ее сексуальная активность больше, чем половая потребность, какие могут быть причины? Предрассудки. Предрассудки какие? Уйдет от меня к шлюхам. Уйдет к шлюхам. Должна. Должна. Какие-то цифры где-то услышал. Я не хочу, но, блин, доктор сказал, каждый день, через силу, ну, блин, хочу погладить, там, что-то сварить, а надо идти дрочить. Ну, или, потому что буду больная, будет гинекология какая-то случиться, или там еще что-то, застой. Я такое, блин, слышал. Одна сказала, что, это самое, сейчас, 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 как это, ну, ну, раковые эти истории, онкология, онкология. Если сексуальный застой, нету секса, у меня будет онкология, поэтому я там, ну, прочищаю. Говорю, у тебя есть высшее образование? Два. Два высших образования. В голове маргарин. Кто ей дал два высших образования? Мне кажется, что даже многим и не надо высшее образование. То есть, такие истории тоже могут, могут быть. Могут. Ну, бог с ним, с этой онкологией. Речь о том, что чаще всего, если дама, допустим, в браке, она начинает подстраиваться, под кого? Под мужа. Под мужа. Мужчине тяжелее подстроиться, правда же? Хотя, мы сейчас об этом поговорим. Мы обсудили, что женщина, у нее может быть сексуальной активности, меньше или больше. И, в любом случае, это дискомфортно. Я уверен, что могут быть и какие-то другие варианты, которые мы не обсудили, но это не важно. Саму суть вы уловили. Ваша половая женщина, ваша половая потребность не совпадает с сексуальной активностью. Возникает проблема. В какую сторону? Ну, просто проблемы разного толка. Берем мужчину. У нас чуть-чуть иначе. Может ли у мужчины быть секса меньше, чем он? Чем он хочет. То есть, его сексуальная активность ниже, чем половая потребность. Ну, мы понимаем, что разницу он как-то доберет. Теоретически, во всяком случае, он это сделать может. Но, опять же, что вы думаете, не бывает у мужчин предрассудков? Огромное количество точно таких же. Точно таких же предрассудков. Что нельзя, руки станут волосатые, там, ну, и тому подобное. Там, бабушка что-то сказала, там, добрый доктор что-то сказал, друзья за гаражами, какую-то херню, что в 22 года станешь импотентом, что весь запас спермы выйдет до 22 лет, там, ну, и тому подобное. Надо, как бы терпеть. Слава Богу, природа понимает, что надо с этим что-то делать. Если мужик, ну, парелиозным каким-то принципом, он решил изображать себя монаха, там, и тому подобное. Мы сейчас не говорим о сублимации. Есть такой термин, когда вот эта энергия, она поднимается выше. То есть, сексуальная энергия, через просто, ну, плотские какие-то утехи, она выстреливает в творчество, в, ну, в интеллект, ну, в какие-то достижения, либо в духовные какие-то штуки. Просто мы сегодня об этом не говорим, но это тоже есть. Это тоже есть. То есть, человек может получить сексуальное удовлетворение, открыв законы всемирного тяготения, по большому счету. Это та же самая энергия ушла, ну, просто через более высокую чакру вышла. Такие люди могут вообще про секс забыть. Но если ты просто плотский, обычный человек без всяких сублимаций, то природа пытается тебя каким-то образом компенсировать. Там сны начнут сниться, полются, и там еще что-то, и тому подобное. То есть, если мужчина перестанет заниматься сексом, он будет жить во влажных снах. Да, да, придется трусы каждый день менять. С утра, потому что непонятно, что это, опять. Это просто у тебя не хватает секса. На его природа спасает тебя сексом в виртуале в каком-то. Давайте по-другому. А больше, чем сексуальная, половая потребность, сексуальная активность может быть у мужчины? Каким образом? Жена хочет. Жена хочет. ты один раз это сделал, второй раз, мы же через силу не можем. Можем. Каким образом? По теребонькам. По теребонькам. Это говорит о том, что ты просто ленивый черт, а потребность у тебя все-таки есть. Но если как бы ты занимаешься сексом больше, чем тебе надо, возникает некий дискомфорт. Дискомфорт. По большому счету, такой стимулятор, это люди, мужчины начинают использовать некие стимуляторы. Либо начинают жрать что-то такое. Это может быть медикаментозная какая-то история. Это могут быть народные какие-то методы. Ну там, блендером взбил мед, пиво, грецкие орехи. Ну, чтобы там белка была так, что текло отовсюду. Да, еще туда в ягру сверху накидал. Такая история. Порно, кстати, это такая же история. То есть, это неестественная стимуляция выше, чем тебе как бы надо. И если мужчина долгое время или какое-то время находится в сексуальной активности выше своей сексуальной потребности, это плохо сказывается. Ну и психологически он от этого страдает. Это как пережирать. Знаете, один раз пережрал в месяц где-то на каком-то перу на свадьбе. Это прикольно. А попробуйте пережирать, когда вас заставляют. Мало того, что ты растолстеешь, как свинья, то ты еще и есть перехочешь. Правда же? Поэтому любые отклонения от нашей половой потребности приводят к беспокойствам. Дорогие друзья, если вы живете в тех городах, которые здесь написаны, то скоро я туда приеду, и мы с вами сможем встретиться на наших шикарных лекциях. Приходите, пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому и субтитры Алексею Дубровскому